Георгий, дзюдо это традиционное японское боевое искусство. Скажите, почему вы именно это искусство выбрали для себя? Потому что я учился в обычной среднеобразовательной школе, там была одна секция, это была секция дзюдо. Все пошли туда, и я туда пошел, и я остался. То есть это случайно? Случайно? Случайно, да. Ну а почему все-таки не бросили? Многие начинают, миллионы людей начинают заниматься, а потом... Мне очень понравилось, потом это было доступно мне, потому что я понимал, что надо делать, мне нравилось бороться, драться и тому подобное, поэтому я остался дзюдо. Через пару недель я ездил на соревнования на районы, меня сразу же взяли, я занял третье место и решил, что дзюдо это мое, я остался дзюдо. А это было где? В Украине или? Это было в Киеве, на трое еще нигде. Серьезно? То есть это сколько лет было? Мне было это 97-й год, почти 10 лет было. То есть не 5 лет, а то есть уже в принципе осознанно начали заниматься. Да. Смотрите, Дзигора Кана, основатель дзюдо, в детстве он так пишет об этом, рассказывает, что его очень так серьезно булили. То есть у него были проблемы, и чтобы избежать этого или же предостеречь других, ребят, он вот создал такую систему. Что-то подобное было, нечто трагище, но все-таки. Не, ну драки везде были, нормально и получал, и на самом деле в детстве ты всегда дерешься, и за это детство многие любят. Но я другую легенду слышал, как дзюдо появилось. Шел за зигаркой Кана и увидел, как снег падает на леса, на дерево, и дерево прогибается, сбрасывает снег, и оно выпрямляется. Поддаться для того, чтобы победить. Типа такого, что слышал. Здорово. Ну, еще поговорим тогда про Дзигора Кана. Хороший он парень был. Хороший? Наверное. Ну, давно это, правда, было, не проверить. Говорят, что вот в технике дзюдо построено на очень прикладных и жестких техниках дзюдзюцу, да, японского традиционного. Но Дзигора Кана, наверное, вот когда увидел этот снег и на веточке, да, он понял, что он хочет следовать путем мягкости. И будо, ну, он дзюдо принес вот как боевое искусство, как будо, а не просто вот прикладное, что-то разрушительная система. Вот лично вам, дзюдо, какой аспект ближе, спортивный, культурный или вот более прикладной? Наверное, культурный, потому что, в первую очередь, ты должен быть дисциплинированным, понимать, смышленным быть в этом виде спорта, потому что ты можешь выиграть быстро и проиграть самым быстро. Поэтому ты должен принимать решения очень быстро, отличаться от многих видов борьбы. Почему? Потому что одна секунда, и ты упал на спину, и ты проиграл. Поэтому ты должен обдумывать, быстро все думать. Это, я думаю, что один из видов борьбы, который развивает именно в ребенке и в человеке, не останавливаться перед чем-то и в этот же момент думать о своих последствиях, которые могут быть после этого. В 2009 году вы создали прецедент, вы стали первым чемпионом мира по дзюдо. Что почувствовали в тот момент? На самом деле, да. В 2009 году, когда я выиграл, это было круто. А где это было? Это было в Голландии, это было в 2009 год. То есть то, что я сделал именно сейчас в украинском дзюдо, никто не сможет повторить, потому что я уже это сделал. Ну да, пошли в историю. Никто уже никогда не сделал. Ты можешь разное сделать, но такое уже не сделаешь. Да, я благодарен своим тренерам, да вообще судьбе за то, что я попал на Украину, и у меня так сложилось, что я смог сделать. Не попал бы я сюда, но вряд ли я занимался в дзюдо. И поэтому я благодарен за это все. Когда я выиграл, это было очень круто. Я долгое время, скорее всего, это не осознавал, но впоследствии я понимаю, что та медаль, которая досталась мне в 2009 году, изменила мою жизнь, изменила глобально и в лучшую сторону. Вот сейчас современное общество заражено вирусом успешности. Да, вот победы, 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 все гонятся, все зарабатывают деньги. И показатель успешности, как правило, это что-то такое материальное. Но в жизни как-то так случается, что мы учимся не на победах, а на поражениях, когда получаем опыт, это благодаря победам. Да, многие говорят, что там, если ты не проиграл, то ты не понял, над чем надо работать. И я приемлю для того, чтобы лучше не проигрывать, выигрывать всегда. Не надо мне этот опыт лучше выиграть. На самом деле, да, но не бывает всегда победа, победа. Бывает победа, победа, поражение или поражение, победа. Но не всегда я могу сказать, что я проиграл из-за того, что я неправильно готовился и тому подобное, я должен что-то поменять. Сечение обстоятельств, плохое настроение, это тоже фактор тому, что я могу проиграть. Поэтому как-то так надо. А как вы работать, как вы потом в итоге выиграли или проиграли? Делайте выяснение, какой-то разбор полета. Мой тренер, у которого я тренируюсь очень давно, из которого до сих пор я тренируюсь, я помню, что сказал, я когда проиграл, переживал некоторые там поражения очень сильно. Но он мне объяснил, что это не последнее поражение, у тебя в жизни еще будут поражения и в дзюдо, и не в дзюдо. Так что надо относиться к этому нормально. Проиграл, твоя жизнь не поменяется. Как тебя любили, так будут любить. Ты должен, может быть, какую-то работу сделать, но окружающие, я думаю, скорее всего, те, которые тебя всегда любят, они полюбят и проигравшим, и победителем. Так что надо с этой мыслью жить, что не надо делать это для кого-то, а если я проиграл, то обо мне будут говорить плохо. Да они найдутся те люди, которых будут говорить всегда, даже когда ты выиграл. Так что надо делать, проиграл, но смириться с этим и идти своей дорогой. Какой самый яркий поединок, неважно, выиграли или проиграли, вот который помните очень-очень четко? В деталях. Честно, у меня столько этих схваток было, поэтому я сейчас именно кого-то единственного, одного не выберу. Может несколько, может это в детстве было, может это даже не в профессиональном спорте было. Я не могу вам сказать, что вот так вот. У меня каждая тренировка это и разное, и бывает весело, бывает. Но запоминающая всегда остается. Да любая медаль, и любые соревнования финальные, там схватка за бронзу, это очень запоминается. Наверное, скорее всего сейчас, я вот ничего-то мне в голову пришло, это была схватка 2013-14 год за третье место на чемпионате мира. Вот почему-то эта схватка запомнилась мне. Она была длинной или чем запомнилась? Я боролся с японцем за третье место, я выиграл, и я думаю, наконец-то закончилось это все. Хоть бы я выиграл там, но по замечаниям, но хоть бы не отменили ничего, хоть бы я выиграл и ушел, потому что я так устал. Вот почему-то она мне вспомнилась. Я не скажу, что какая-то схватка была там очень крутой, и я запомнил, и нет, такого нет. А правда, что жизнь спортсмена вот проходит между одним соревнованием и другим, то есть что это тренировки, тренировки, тренировки и все. Но это вообще самое крутое время. Крутое? Да, самое крутое время. Многие говорят там много труда, да, реально много труда, но это то дело, которое я очень сильно люблю, за это я получаю там какие-то гонорары или там деньги, я живу в свое удовольствие. Я не встаю там в 5 утра, не иду, я не образно там не иду работать в офис и сижу до вечера. У меня определенный график есть, где я встаю там в определенное время, делаю свою работу, прихожу, кушаю, сплю. Я вот сейчас понимаю, что это самое крутое время. Оно когда-нибудь закончится, и я буду жалеть, что оно закончилось. Ваш тренер Виталий Дуброва? Хороший парень, да. Но он всегда подчеркивает, что если едет Георгий Зонтарай на любой чемпионат, на любые соревнования, он всегда там показывает хорошие результаты, он всегда фаворит. Как удается вот вам постоянно быть на высоте и удерживать хорошие варианты. Прикольно, да. Многие выиграют одну медаль и думают, да, одна медаль тоже. У меня очень много медалей уже, и моя карьера очень интересная. Нет одной медали олимпийской, но от того, что у меня нет или от того, что она у меня будет, уже мое имя именно в этом виде спорта не поменяется. Меня и так любят, меня и так приглашают больше, чем некоторых спортсменов, которые имеют олимпийский медаль. Но дзюдо, моя карьера была яркая и есть пока яркая. Ее достиг очень многого, я это понимаю, я иногда не говорю это, но некоторые люди, где там говорят, ему не надо ехать, он там, пусть они повторят то же самое, что смог я сделать. Маловероятно многие, что это сделают. Как удерживаешь постоянно? Меня мотивируют вот эти люди, которые окружают и говорят, вот, его не надо. Критикуют? То есть критика тебя мотивирует? Критика меня вообще убивает, можно сказать, она раздражает максимально ужасно, и я хочу именно им ответить. Но это очень плохо, надо быть сдержанным, да, и иметь в себе, ну, знать свою цену и свое место, чтобы не отвечать многим людям, которые говорят, там, что-то, я иногда не сдерживаюсь и отвечаю, но, ну, надо сдерживаться, я вот потом со временем это проходит, я думаю, блин, нафига я это, зачем я это, блин, зачем я это делаю, зачем я ему ответил, он даже, ну, надо промолчать и все. Вы эмоциональный человек? Нереально, нереально, да. Это плюс или минус в спорте? Многие говорят минус, но я не считаю, что меня, я эмоционально могу сплеснуть и там сказать очень многое там или сделать, может быть, не то, что многие себе позволят, но в нужный момент я умею собираться и показывать то дело, которое я делаю, ну, на хорошем уровне. Да, мне, кстати, сегодня 31 год, для спортсменов это уже немаленький возраст и поэтому моя карьера уже на завершении, но я хочу еще украсть пару медалей в зюдо, пока я уйду отсюда. Хорошо, а мне интересно, вот в профессиональном спорте, когда идет подготовка к серьезным соревнованиям, что играет решающую роль? Физическая подготовка или психологический настрой или это какая-то комбинация? Поделитесь секретом для начинающих спортсменов. Да, нет, оно, я думаю, что элементарное все, ну, все простое, но элементарно, то есть ты тренируешься, отдыхаешь, спишь, кушаешь и хороший результат получаешь, но на самом деле ты должен быть, да, в комфортной ситуации всегда, в комфортных условиях быть, то есть не должен быть раздражительный, когда у тебя хорошее настроение, где все получится, когда ты загружен чем-то, то не получится. Поэтому, безусловно, ты физически всегда должен быть настроен, но морально намного важнее, я думаю, чтобы твои окружающие себя. А что помогает отлично вам морально настроиться на бой? Ну, не перегореть, да? Да, мне нравится вот это, когда кричат, говорят, вот его не надо этого брать, он уже все на это. Старитек. Мне это нравится, и мне нравится, например, может это плохое качество, но мне это нравится, и я говорю то, что я думаю, я считаю, пока я спортом занимаюсь, я делаю то, что я хочу, и говорю пока то, что дальше мы посмотрим, дальше другая жизнь, но в этом виде спорта я себя чувствую комфортно, поэтому те, которые говорят, и я, потом мне интересно им смотреть в глаза, там, здороваться, здрасте, поэтому они меня мотивируют, но это, я думаю, что плохо. Надо всегда себя сдерживать. А настраивать морально как еще? Что помогает? Вот, ладно, критикуют, это помогает, это позитивно. Перед схваткой, да? Угу. Ничего у тебя не должно сдерживать, потому что ты проделал огромный трудный путь, и как ты вот сейчас вот выходишь и подумаешь, блин, а вдруг я проиграю, как я там, мы это, ты же до этого очень много трудился, значит, ты перед тем, как вышел, уже сдался, и твой труд пропал, поэтому я считаю, что ты, когда выходишь, я забываю об этом всем, я иду, и я только приобретаю, ничего не теряю. Дзюдо в Украине. Ага. Какой уровень дзюдо в Украине? То есть у нас сильная подготовка, за счет чего удается показывать хорошие результаты? Чья это дзюдо? О том, что глобально, дзюдо именно в Украине приблизительно на таком же уровне, как все олимпийские виды спорта, ни выше, ни ниже. Это какой уровень? Это, я думаю, не очень хороший спортсмены у нас не сильно хорошо, все знают в стране, не только дзюдоистов, всех остальных знают так, мало очень. Какой уровень в стране спорта? Ну, такое развитие уровня дзюдо. Я думаю, что это один из самых прогрессирующих видов спорта и делать очень большие шаги для того, чтобы дзюдо было в топ. Я думаю, и так он в олимпийских видах спорта в топ. И как организация, и как по количеству участников. В некоторых видах борьбы по 20-30 человек на чемпионате мира борется. По дзюдо же в одном весе борется 90 человек. По ребятам, по девочкам чуть по-другому. То есть, конкуренция очень серьезная. Да, конкуренция у нас очень большая. Раз в Украине занимается очень много людей и не было чемпионов мира до 2009 года, то можно сказать, что конкуренция у нас именно в мировом дзюдо очень крутая. А есть вот в дзюдо какая-то градация, например, на татами можно понять, что вот это европеец, такой-то стиль, например, Бразилия? Да, можно, по выражению лица. И все? А по технике нет? Такого ничего нет? Японцы, например. Да, японцы отличаются своей борьбой, азиаты чуть отличаются, у них классическое дзюдо, грузинское дзюдо тоже отличается. А так сейчас дзюдо нельзя назвать какую-то там страну, которая самая-самая сильная. Все сильные страны по одному, по два человека в разных цветовых категориях. Поэтому нельзя сказать, там, Япония там лидер в 90 килограмм. Да нет, не лидер. Сейчас чемпионат мира выиграл испанец. Он грузин, по национальности он грузин, поэтому нельзя так сказать. Так все разные, и все применяют уже японскую технику и корейскую, поэтому все всему учатся. У нас каждую неделю соревнования, поэтому есть много возможностей для того, чтобы выучить. Возможно ли так случится в спорте? Потому что вот если рассматривать боевое искусство в культурном или в каком-то аспекте, есть какие-то соревнования, да, это не олимпийские. Ну вот что вроде бы победа случайна, ну как-то даже для самого человека она случайна. В профессиональном спорте такое может быть? Да. За счет чего? Мы на чемпионате Европы боролись за третье место с командой Азербайджана. Участников всего пять. Мы первые три встречи проиграли, а четвертый решил азербайджанец уже не бороться и поднять руку и отдать нам победу. Почему? То есть мы уже проиграли, это нереально, такой ситуации не бывает. Ну просто он решил, что смысла нет, две схватки бороться, все равно они выиграли. Он сдался, он ушел и их дисквалифицировали. Серьезно? Да, победу и мы стали плизерами. Ну это редкость, да? Это просто. Это нереальное, да. Но везет сильным. Везет сильным, так что то было случайно, скорее всего, то, что мы проиграли первые три. Понятно. Хорошо, дзюдо в очень многих боевых искусствах стоит у корней. То есть из дзюдо вырастают какие-то новые стили, направления. Вот бразильское джиу-джитсу тоже появилось не случайно и благодаря дзюдо. Да, похоже, очень много похожих видов спорта, которые похожи. Бразильское джиу-джитсу, много разного. Вы хотели хотя бы чисто ради спортивного интереса пойти на какие-то соревнования в БЖЖ? Не видел, но, честно, я дзюдо не смотрю. Ну, я смотрю дзюдо, но я не большой фанат смотреть какие-то виды спорта. Я думаю, что я мало спорта смотрю, поэтому нет. Нет. Не хотелось посмотреть никогда. В мире есть тенденция к универсальности идет. Я должен быть как в танцах. Универсальный танцор. Умеют бальные танцы, брейк-данс, еще что-то. В боевых искусствах точно так же. Дзюдо – это больше борьба и всякое такое. Нет ударки. Как это я не могу бить? Как вы считаете, это нормальная тенденция к универсальности? Эффективно ли, если на меня нападут и я смогу защититься или нет? Да. Я думаю, что дзюдо – одно из таких видов спорта, которое больше всего тепло может. На улице люди не боксируют. На улице один раз ударят, напрыгивают и обнимают друг друга. Это и есть дзюдо. Отсюда, если посмотришь детские драки, как ты дрался, то приемы дзюдо проходят. При том, что они никогда это не учили. Это естественно, да? У детей очень естественно бороться. Броски через бедро какие-то, никто им не показывал. У нас и дерутся. Ну, я помню себя в школе. Поэтому, да, я думаю, что это эффективно и поболее эффективнее, чем некоторые виды спорта. Окей. Тогда еще про детство. Сейчас многие родители думают, куда же отдать моего ребеночка заниматься, чтобы это развивало мне физические качества и помогло в реальной жизни, чтобы не было этого буллинга. И многие почему-то решают отдавать детей на ММИ, боксы или что-то. Их очень мало, скорее всего. Очень мало. Или же начинать с совсем легкого варианта Айкидо. Вот нет соревнований, это не травмоопасно. Вот что бы вы советовали родителям? С чего детям легче и эффективнее начинать свой путь в боевых искусствах? Ну, вообще я думаю, что с общества. Почему? Потому что сейчас тренер, не такой тренер, как 10 лет назад, когда меня начинали в детстве трениров. Ну и дети сейчас дорогие, они воспринимают тренера как аниматора, многие. Потому что их родители так воспитали, и их родителям есть нормально. Если на его ребенка могут крикнуть на тренировке, они могут на него подать в суд и тому подобное. Это не есть нормально, эти родители выросли в то время, почему они меняются. Ментальность меняется, я думаю, что надо в первую очередь родителям задуматься. Ребенок не всегда понимает, у меня у самого есть дети, я вижу некоторых детей, которые как себя ведут с воспитателем. Они не могут на него крикнуть, потому что из-за этого могут. Это ненормально, скорее всего. Я считаю, что когда меня воспитывали, на нас, да, кричали, никто не жаловался, и там не приходили у моего ребенка стресс из-за того, что вы кричите. Мы выросли вполне нормальные люди, и я считаю, что надо к родителям обратиться и сказать, что дети должны воспитываться в естественной среде, а не в созданной, которую вы создаете. Если он должен получить нос в детстве, значит, он должен получить, а не оберегать его, и в 40 лет он не знает, что такое получить нос. Поэтому я вообще желаю всем родителям не выбирать дзюдо, бокс или дать ребенку свободу выбора, показать несколько видов, и он должен сам выбрать. Ребенок должен, если он профессионально хочет попасть, то он должен попасть в свою среду. Он попадет рано или поздно, но если поздно – это плохо, но рано – это намного лучше. Поэтому, ну, я думаю, что общество у нас чуть… очень двигается большими шагами вперед, и поэтому сегодня тренер не может в полной сфере… полностью раскрыться перед учениками и научить там, потому что ему нельзя кричать, ребенку надо попить воду, ему не можешь. Поэтому из десяти, может, два. А когда у нас из десяти девять было, кого не выпустишь – все дрались. Поэтому сейчас… А вот можно ли заниматься дзюдо просто для своего удовольствия? Или обязательно стоит проходить вот этот спортивный путь? Как вы считаете? Нет, то же самое. Наше общество не готово прийти в сорок лет заниматься дзюдо, потому что у них комплексы и тому подобное. Поэтому они… Во многих развитых странах, да, я вижу, люди приходят пятьдесят лет. Бабушка приходит со своей внучкой и они занимаются дзюдо. Честно, я когда увидел это… Я выступал в немецкий клуб, да, я когда это увидел, то я тоже был, честно, ошарашен. Но почему нет? Ей интересно. Ходит она и тренируется, здоровый образ жизни. Поэтому некоторые люди в свои… Ну, в свои года выглядят намного лучше, чем некоторые наши в те же года. Поэтому, да, я думаю, что спортом заниматься никогда не поздно. Можно заниматься и в пять, и в пятьдесят лет начать. Без соревнований? То есть я не думаю, что бабуля пойдет на соревнования. Ну, конечно, без соревнований. Для себя. Любой вид спорта. Почему? Ты можешь побегать в пятьдесят лет и научиться бегать, и будешь хорошо себя чувствовать. Поэтому начинаю заниматься спортом не поздно никогда. Как вы видите себя через десять лет? Вы будете продолжать развиваться в дзюдо? Я себя вижу пузатым бородатым. Нет, серьезно. То есть тренером будете или же спортсменом, но… Спортсменом не буду, потому что… На пенсию спешит? Да. Надо быть… Надо уходить. И со спорта красиво. Поэтому я постараюсь это сделать достойно. Через десять лет… Да, я не знаю. Я не знаю, что будет у меня завтра, потому что могут сегодня позвонить и сказать, завтра поедешь туда-то туда-то. Поэтому не знаю. Но надеюсь… Да, нет. По-любому я останусь. Я бы хотел оставаться, развивать этот вид спорта. Да он и без меня развивается и будет развиваться. Но я бы хотел помогать украинским спортсменам достичь результата. Для этого я останусь. Но не знаю, насколько я буду тренером или функционером. Да? Не думали еще о тренерстве? Пока нет. Нет. Пока надо добороться, закончить свою спортивную карьеру, а потом, может, не так-то легко быть тренером. А почему выбрали юриспруденцию? Случайно. Опять же случайно. Все у вас случайно в жизни? Не случайно. Это было модно, типа, круто все. И я хотел. Но на самом деле сегодня я понимаю, что маловероятно, что я буду куда-нибудь работать. Поэтому я постараюсь. Моя сегодняшняя деятельность юриспруденция, это чуть разные вещи. Ну так, немножко. И поэтому сегодня то, что я делаю, я готов оставаться здесь и зарабатывать деньги, не уходя в другое. И более реально здесь оставаться. Поэтому я поступил педагогически. Да, второй вышел? Да, педагогически. Сейчас я в Харьков. Учусь в аспирантуре, да. Они меня взяли, помогают. Я учусь. Поэтому буду деятелем спортивным, потом после спорта. Во многих странах дзюдо включено в учебную программу. То есть в Украине этого нет. Может быть стоит включать какие-то боевые искусства в программу? Как считаете? В Украине нет этого, потому что еще пока дзюдо не так сильно развито. В Украине по той причине, которую не могу сформулировать, как сказать. Нету таких функционеров, которые бы развивали дзюдо на высшем уровне. Международная федерация дзюдо реально готова помогать и выделять какие-то на это средства. Людей нет. Средства выделяют для того, чтобы ты содержал этих людей. Татами тебе даст для того, чтобы ты это внедрял в государственные школы. Это круто. А во многих странах это популярно. Поэтому во Франции дзюдо один из крутых видов спорта. А где очень высокий уровень дзюдо сейчас? Во многих. Япония, Франция, Грузия. Имеется в виду по государственной поддержке, где государство очень сильно помогает и это дает результаты? Я думаю, что в Украине. В Украине? Везде чуть-чуть, но это... А чего в Франции такой высокий уровень? Я вот не могу понять почему, но там очень сильно спортсмены, да, и они очень сильно любят. Одни из самых высокооплачиваемых спортсменов в Франции это дзюдоисты. Там футболисты, дзюдоисты и тому подобное. Я хочу пожелать вам очень много еще побед и спортивных и личных. Спасибо, что дали интервью. Очень было приятно. Спасибо большое. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok